Школы как люди. У каждой свое лицо и свой характер. А пятнадцатые, или как ласково ее называют, пятнашки говорят, добрая, отзывчивая, простая, полупоселковая школа. Такой ее знают уже 60 лет. Вот этот менталитет душевности, простоты общения, он у нас сохранился. И мы именно этим гордимся. Но появляется у нас и новый бренд. Мы становимся молодой школой в плане не возраста, по количеству существования лет, да, здания школы, а того, что у нас 10 человек, это молодые кадры. То есть это совсем молодежь есть, совсем молодая. То есть и не только около 30, но даже 20, 21, 22 года. Если в школе много молодых педагогов, значит у нее есть будущее. Но и о прошлом здесь не сбывают. В школьном музее, который появился в 2014 году, большая часть экспозиции посвящена людям, которые всю свою жизнь посвятили пятнадцатой школе. Калина Дмитриевна Мариношевская проработала здесь полвека. 35 лет возглавляла учебное заведение. А будучи еще студенткой, принимала участие в строительстве школы, которую было решено возвести на территории деревни Воронникова. В нашем районе уже работало два завода по производству кирпичей. Рабочий, то есть создавался, строился рабочий поселок. Семьи, естественно, появляться стали. А детям негде было учиться или ходить нужно было очень далеко, ближе к центру, поскольку это еще даже не совсем была и территория города. Лишь позднее ее присоединили. Но был создан район и началось строительство школы. Школа, конечно же, создавалась во многом и усилиями самих жителей нашего района. И как раз ребята, которые тоже должны были пойти в школу, принимали участие. А еще в музее можно увидеть школьную форму и пионерский галстук. Для сегодняшних детей эти атрибуты советского прошлого в диковинку. Есть здесь и уникальные фотографии. Первые ученики школы занимались общественно полезным трудом. Был такой предмет в программе. Работали на кроликовой ферме, которую построили рядом со школой. Учащиеся школы, пионеры, занимались тем, что выращивали кроликов. У нас вот сохранилось это здание. Оно сейчас, правда, используется под другими нужды. Но, тем не менее, вот фотографии, ребят с удовольствием смотрят, что была кроликов ферма. А в школе был живой уголок, где проживали животные, и рыбки, и черепаха, за которыми дети сами ухаживали. В пятнашке всегда рады гостям. А потому выпускники сюда нередко заглядывают. Николай Георгиевич Костров закончил школу в 69-м. Поступил в педауниверситет и после несколько лет проработан директором в сельских школах. Не так давно написал книгу о войне и жизни по воспоминаниям родственников участников Великой Отечественной. Презентация книги прошла в родной школе. Ведь воспоминания о времени, проведенном здесь, остались самые добрые. Вспоминаю, что в первых начальных классах у нас был здесь пришкольный участок. И проходили мы здесь практику сельскохозяйственную. Были грядки, сеяли, пололи. Ну, в общем, приучались к труду самому разнообразному. Плюс к всему были и слесарные мастерские, и столярные мастерские. Учителя были вообще очень даже сильные и хорошие. Я с благодарностью вспоминаю их. И, как говорится, благодарю Бога, что я учился в 15-й школе. Наталья Александровна Нестерова, учитель английского, тоже выпускница 15-й школы. После окончания вуза пришла сюда. Здесь до сих пор преподает русский язык ее мама. Сейчас учатся и ее дети. Это дом родной. Потому что приходишь сюда с утра до вечера работаешь. Но ребятишки у нас хорошие, радуют. То есть, можно сказать, даже отдыхаешь с некоторыми ребятками на уроках-то. А еще коллективу школы совсем недавно пришлось пройти обожжение в теории, а на практике. 6 ноября, в день, когда в доме на Минской улице в одной из квартир прогремел взрыв бытового газа, школа стала пунктом размещения штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. Уже в 6 утра коллектив был на рабочих местах, чтобы оказывать необходимую помощь. Сдавали чай, булочки тем, кто принимал участие. Это спасатели, полиция и, конечно, работники МЧС. А где-то с 2, с половиной третьего, это вторая половина дня, мы уже непосредственно принимали этих людей, которые получали здесь горячий обед. Непосредственно школа его не готовила. Он был доставлен нам в больших тормозах. Мы работали на раздаче. Наша задача была встретить этих людей. Как-то немножечко, может быть, отогреть душой, потому что они пришли, сразу запахло гарью, лица были в копоте черные. Два дня после случившегося в школе приходили в себя. Было тяжело психологически, но случившееся еще раз доказало, что в школе работает действительно сильный и дружный коллектив. Все 60 лет школа остается верной традициям основателей. Единственное, чего так не хватает учреждению – хорошего капитального ремонта. Любовь Почерникова, Андрей Семьболгов, РТВ Иванова. Бесплатный? Чего бесплатный? Ну, что, бесплатный.